Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня я хочу вам показать, как в Python получить доступ к переменам из разных файлов вашего проекта. То есть, когда вы импортируете в ваш проект несколько Python файлов, и можете получить доступ к каким-то глобальным переменам, которые вы определили в вашем главном файле. Для наглядности, давайте мы с вами создадим еще один Python файл. Кликаем правую кнопку сюда, берем New Python File. И, например, напишем second main file. Отлично! Мы с вами создали новый файл. Теперь мы здесь с вами должны получить доступ к переменной из вот этого файла main.py. Как же это сделать? Для этого необходимо создать еще один файл с глобальными переменами. Давайте так и сделаем. Кликаем правую кнопку сюда, берем New Python File. Назовем этот файл как Globals. Globals Python File. Теперь мы можем здесь с вами создать функцию, которая будет инициализировать начальное значение нашей глобальной переменной, которая будет доступна из файла main.py и second main.py. Создаем функцию инициализации. Def. Вот так вот. Теперь здесь давайте определим какую-то глобальную переменную. Global. Val1. Такая переменная. И зададим ей начальное значение. Val1 равняется 0. Отлично! Теперь давайте вернемся в наш main файл. И заимпортируем файл с глобальными переменными. Import. Globals. Здорово! Перед тем, как мы с вами сможем использовать эти перемены, необходимо инициализировать их. Поэтому первая команда, конечно, будет обращение к этой функции. Globals.infealize. После этого мы можем считывать значения этих глобальных переменных. Давайте сразу выведем на экран текущее значение переменной val1. Globals.val1. Изменим это значение. Globals.val1 при своем значении 5. И тоже выведем это на экран. Обратите внимание, что сейчас мы с вами еще не используем второй файл, в котором тоже сможем изменять значение глобальных переменных. Запускаем. Смотрим. 0 и 5. Все верно. То есть глобальная переменная для этого файла уже определена. Теперь также мы можем в этом втором файле изменить значение этой переменной. Глобальной переменной. Конечно, необходимо заимпортировать глобальные переменные import.globals. И здесь что-нибудь с ними сделать. Globals.val1 при своем значении 1000. Ну, простой код такой сделаем. Теперь, когда мы с вами заимпортируем второй файл в наш проект, import second mainfile, нам необходимо сделать здесь все-таки функцию. Иначе у нас сразу вот это значение поменяется на 1000. Поэтому здесь вот поменяем и добавим функцию. dev.change.global. Двоеточие. То есть будем вызывать такую функцию. Она как раз и будет у нас с вами менять значение этой глобальной переменной. Хорошо. Так, возвращаемся в наш код. И вызываем теперь эту функцию. Обращаемся к нашему второму файлу. И вызываем функцию change.global. И выводим нашу глобальную переменную на экран. Так. Окей. Давайте запустим наш код на выполнение. Отлично. Смотрите. Значение глобальной переменной поменялось. 0, 5, 1000. Причем эту перемену теперь можно менять из любого файла, если вы заимпортируете gobls в файл с глобальными переменами. Очень удобно, когда вам необходимо передавать значение из одного файла в другой файл, который вы импортируете в вашем проекте. Если у вас нет, например, какого-то общего класса для доступа к значениям внутри этого класса. Если вам нравится такой контент и вы хотите больше такого контента, то подпишитесь на этот канал. Подпишитесь также на Telegram и Яндекс.Дзен. Ссылочки находятся в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...